Всем привет! Меня зовут Екатерина Максимова, я 2D-аниматор. В этом видео я расскажу вам о том, с чего стоит начинать поиск работы, что такое сопроводительное письмо и нужно ли его писать, какие типы резюме бывают, какое резюме подойдет студентам, только что закончившим курсы или людям, решившим сменить область деятельности, какое резюме подойдет тем, у кого уже имеется определенный стаж в индустрии, какие существуют ресурсы для поиска работы и для чего нужны соцсети и аниматоры. А также мы узнаем, сколько же стоит анимация. Так с чего же начать? Ваш успех как профессионала и ваша востребованность будет зависеть напрямую от нескольких факторов, список из которых я здесь перечислила. И на первом месте, на самом основном, безусловно, находится ваш анимационный рил. Именно на него следует потратить большую часть вашего времени и собрать его максимально грамотно. Для этого я поместила ссылку в презентации на свою статью, которая так и называется анимационный рил, в которой я максимально подробно предлагаю, как правильно составить анимационный рил, какая у него должна быть формула, что должно быть в нем, какую тему выбрать для анимации, где его разместить и много еще разных интересных факторов. И я крайне рекомендую вам с ними писать статью и ознакомиться. Безусловно, если вы хотите работать с западными заказчиками, то вам потребуется английский язык. В этом есть огромный плюс, так как неважно, с какой стороной вы будете работать, если это заказчик или эта студия работает с фрилансерами со всего мира, то на 99% они будут общаться с вами на английском языке. Следующие пункты – это ваш персональный сайт с вашим портфолио, сопроводительное письмо и резюме. Первое, о чем бы я хотела вам рассказать, это сопроводительное письмо. Что это такое и почему это так важно. Когда вы откликаетесь на вакансию, когда вы видите объявление на сайте, вы должны как-то обратиться к студии. И если вы это делаете не через сайт, в котором вам нужно будет заполнить анкету, а напрямую к какому-то контакту, то вам в любом случае придется написать письмо. Существует определенное правило, которое следует соблюдать при написании этого письма. Безусловно, это неофициальный документ, поэтому вы можете написать его в свободной форме. Главное, чтобы размер этого письма был не очень большим, потому что в таком случае вы рискуете тем, что рекрутер или супервайзер, или тот человек, который рассматривает вашу заявку, у него просто не будет возможности дочитать ваш длинный текст. Поэтому длина вашего сопроводительного письма должна быть плюс-минус полустраницы. В нем вы должны указать позицию, на которую вы откликаетесь, как вы вообще нашли информацию об этой позиции, расскажите немножко о себе, о своих скиллах, почему вы считаете, что именно вы подходите на эту позицию, почему вы считаете, что должны взять именно вас. Тем самым вы показываете заинтересованность. Также вы можете рассказать немножко о том, что вы знаете про студию, про ее проекты. Так вы покажете и свой интерес к студии тоже. Следующий важный документ, о котором я хочу вам рассказать, это резюме. В странах постсоветского пространства не сложилась культура подачи отклика на вакансии и подачи резюме, поэтому нет каких-то жестких требований по его составлению. В то же время на Западе резюме является неотъемлемой частью кейса любого соискателя, который откликается на вакансию. Поэтому существует множество требований и правил, которые следует соблюдать при составлении этого документа. Существует три основные типа резюме. Первое – это хронологическое, но чаще всего используется резюме с обратной хронологией. Чуть позже мы поговорим о его структуре. Следующее – это функциональное резюме, и оно подойдет студентам, людям, кто не имеет большого опыта или кто недавно изменил область деятельности. И третий тип – это комбинированный тип, и он подходит представителям индустрии с большим опытом. Мы с вами подробнее остановимся на первых двух. И начнем мы с основных параметров, основных правил, которые нужно следует соблюдать при написании резюме. В первую очередь, если вы никогда и сами не писали резюме, то я бы вам посоветовала воспользоваться специализированными сайтами, они называются Resume Builder. Туда вы в форме анкеты вносите свои данные, и на выходе вы получаете документ с хорошей структурой. Но если у вас уже есть определенный опыт составления резюме, то я бы посоветовала попробовать составить его самостоятельно. Самое основное правило – это резюме не должно быть больше трех листов. Я бы даже сказала больше, что в основном оно должно состоять всего из одной странички. Потому что по статистике рекрутеры не тратят более пяти секунд на знакомство с вашим резюме. То есть, если они за первые пять секунд не увидят в вашем резюме то, что они хотят в нем видеть, то есть определенные навыки, определенный опыт, то, что указано в описании вакансии, то, скорее всего, ваше резюме, ну, так же, как и ваша кандидатура, будут отклонены. Поэтому очень важно грамотно составить резюме и сделать его максимально компактным, понятным и простым. Используйте удобно читаемый шрифт. Это также важно, чтобы рекрутер или супервайзер, смотря кто будет рассматривать ваше резюме, не запутался в нем. И ваши мысли должны быть сформулированы четко. Резюме – это не неформальный документ, это… в нем не должно быть каких-то недомолвок, то есть это сухой документ, в котором вы максимально подробно описываете свой трудовой стаж. Так что должна быть четкая структура и формулировки. Уделяйте внимание каждому пункту. Это также очень важно, чтобы у того, кто читает ваше резюме, не оставалось вопросов. В любом случае, если где-то вопросы останутся, то вам их, вероятнее всего, зададут во время интервью. Следите за форматированием и за грамотностью вашей речи. Отличительной особенностью CV является то, что в нем нет фотографии. На западном рынке фотографии в резюме используются только в том случае, если ваша профессия, она непосредственно связана с вашей внешностью. Например, вы претендуете на роль телеведущего или фотомодели. Но так как аниматор – это человек за кадром, так что важно уделять внимание именно содержанию резюме. Также в нем не нужно указывать семейное положение, свой пол или какие-то личные данные, которые не относятся к вашей работе. Резюме пишется от третьего лица. А что я имею в виду? Предположим, вас зовут Петр Иванов. И ваше резюме самая речасть, которая коротко описывает вас, оно должно начинаться примерно так, что Петр Иванов имеет стаж 5 лет в том-то, в том-то. Но не пишется от первого лица, потому что его читаете не вы, его читает какой-то посторонний человек. Поэтому очень важно строить предложение именно в таком формате. Важный пункт – это название в шапке. Так как вы откликаетесь на определенную вакансию, то эта должность, на которую вы откликаетесь, она должна отображаться в шапке вашего резюме. Предположим, сейчас вы работаете в качестве 2D-классического аниматора, а вы подаетесь на художника по персонажам, то в шапке вашего резюме будет стоять художник по персонажам, а не 2D-аниматор. Потому что вы подаетесь именно, откликаетесь именно на эту вакансию. Обязательно указывайте свои контактные данные. Здесь не нужно писать вашу улицу, ваш дом или номер домофона. Здесь важно указать то, как студия или как заказчик может с вами связаться. Если вы предпочитаете общаться по скайпу, то там должен быть ваш скайп-ид, если через имейл, то должен быть указан ваш имейл, ссылка на ваше портфолио, на ваш сайт. То есть вся необходимая информация, она должна обязательно быть в поле с контактами. И указывайте только релевантный опыт. Предположим, вы уже поработали в какой-то поддаленной от анимации индустрии, например, вы были бухгалтером, и вы решили сменить область деятельности, то в вашем резюме не должно быть ни строчки о вашем бухгалтерском опыте, только то, что связывает вас именно с анимацией. Единственный момент, когда вы можете указывать какой-то сторонний опыт, опять-таки, если, например, вы подаетесь на какую-то должность менеджера или начальника, где важны уже не только ваши профессиональные навыки, но и навыки руководителя. Тогда, да, это допускается. И не указывайте в резюме опыт, который был 15 или более лет назад, потому что это уже считается нерелевантный опыт. А наша индустрия настолько быстро развивается, что это уже просто неактуальная информация, и вряд ли вы сможете воспользоваться теми навыками, которые вы применяли 20 лет назад. А сейчас немножко по уточнению по двух типам резюме. Первый и самый распространенный, пожалуй, это хронологический тип резюме. И в чем его характерная особенность? В том, что вы описываете свою историю либо в хронологическом порядке, либо в порядке обратной хронологии. И все это зависит от того, на чем вы хотите делать акцент. Чаще всего используется резюме с обратной хронологией. Вы это можете увидеть здесь на слайде, например. То, что последний опыт, он указан самым первым. Так что этот тип резюме подойдет тем, у кого есть уже определенный опыт в индустрии. Вы и хотите сакцентировать внимание именно на этом. Следующий тип резюме – это функциональное резюме. И оно подойдет больше тем, кто решил сменить область деятельности либо не имеет стажа совсем. Здесь, как вы можете увидеть на слайде, основная секция – это не опыт работы, это скиллы, это те навыки, которые вы получили в процессе обучения либо самостоятельной практики. И именно на них вы делаете акцент. Также этот тип резюме может подойти фрилансерам, которые не имеют определенных продолжительных заказчиков и именно хотят сделать акцент на тех навыках, которые они прокачали за время своей профессиональной деятельности. В этом слайде я просто хотела показать то, что хотя это и сухой документ, но мы представители творческой индустрии и ничто не мешает проявить свою индивидуальность и в резюме тоже. Также я поставила сюда ссылку на свою статью, которую вы сможете найти в моей группе ВКонтакте. Она называется «Ваш анимационный боекомплект». Там я подробно расписала о том, что такое сопроводительное письмо, что такое резюме и какие основные моменты следует учитывать при составлении анимационного рила. Это три основные компонента, которые потребуются любому аниматору, который хочет начать работать с западными студиями. Следующая тема, которую я бы хотела раскрыть, это непосредственно уже поиск работы. И что здесь нужно отметить? То, что существует три основные, наверное, типа поиска работы и их можно поделить на созидательные, когда вы в режиме ожидания просто ждете, пока кто-то вам напишет. И также активный способ – это когда вы непосредственно сами откликаетесь на вакансию. Первый способ – это специализированные сайты. Есть сайты, есть таблички, есть форумы, где размещаются вакансии, и вы просто подыскиваете вакансию, которая наиболее точно подходит под ваши скиллы и откликаетесь на нее, пишете непосредственно или студии, или заказчику. Существуют фриланс-фермы. Это специализированные сайты, которые выступают в роли посредников. То есть там регистрируются заказчики, там регистрируются исполнители, и сайт выступает именно в роли посредника. В первую очередь в качестве юридической базы. То, что вы подписываете, то, что вы ставите галочку при заполнении своего профиля, это считается вашей цифровой определенной подписью, своего рода подписью. И то же самое проделывает и заказчик. Таким образом, вы уже имеете своего рода договор. И также одна из опций фриланс-ферм это безопасные сделки. Это когда заказчик оплачивает заказ предварительно, например, но вы эти деньги сможете получить только после того, как вы сделаете свою работу. И следующий способ это самореклама, это соцсети и это блоги. То есть это способ, когда вы показываете свои работы, вы собираете определенную аудиторию, и в том числе вы привлекаете рекрутеров, которые видят ваши работы, и пишут уже непосредственно вам, а не вы им. И сейчас немного подробнее о каждом из этих типов. Итак, специализированные сайты. Некоторые из них вы наверняка уже видели и слышали, возможно, где-то вы и зарегистрировались. На первом месте я поставила LinkedIn, потому что это сайт из серии, который должен быть обязательно, должен быть ваш профиль, заполненный его LinkedIn. И на то есть множество причин. Основная это то, что вы подтверждаете свой опыт. При заполнении своего профиля вы проделываете, по сути, ту же самую работу, что и при составлении вашего резюме. Но при этом вы можете привязываться к определенным студиям, так что ваш опыт может быть подтвержден. Ваши работодатели могут напрямую выйти на контакт со студией и подтвердить то, что вы действительно там работали в это время. Также на сайте LinkedIn есть огромный раздел с вакансиями, где вы сможете с помощью поиска найти подходящую вам вакансию и буквально в один клик на нее отозваться. Почему в один клик? Потому что если у вас заполнен профиль, то он автоматически выполняет уже функции вашего портфолио и вашего резюме, так как вы размещаете ссылки на свое портфолио в своем профиле. Следующий сайт, который я бы хотела отметить, это animatedjobs.com и я очень люблю этот сайт, я всем его крайне рекомендую. Почему я это делаю? Потому что у этого сайта есть множество зеркал на различных ресурсах. У них есть замечательный Twitter аккаунт, на который вы можете подписаться и получать ежедневные апдейты по свежим вакансиям. У них есть группа в Facebook, у них на сайте есть возможность опубликовать свое резюме. Один из своих первых заказов я нашла именно с помощью этой опции. Раньше у них эта опция была платная, сейчас она совершенно бесплатная. Вы можете зайти на этот сайт и рассказать о себе. В их аккаунте в Twitter регулярно проводятся акции. У них огромный аккаунт, там более 50 тысяч подписчиков. И примерно раз в три месяца они проводят акцию и публикуют портфолио подписчиков. Для этого нужно выполнить определенные требования, поставить хэштег, например, или написать пост, куда включить ссылки на свое портфолио, на свой почтовый ящик. И в течение суток они публикуют вот эти твиты, что очень здорово. И с помощью одной из таких акций я нашла тоже одного заказчика. Так что это все прекрасно работает. Здесь в списке у меня вы найдете еще несколько сайтов, такие как Indeed. Чем он примечателен? В принципе, по своему функционалу он схож с LinkedIn. И так же, как и в LinkedIn, у него есть опция заполнения профиля и с последующей выгрузкой резюме в формате PDF. И так же это отличный ресурс по поиску работы. Группы в Facebook это тоже очень популярный ресурс. И в основном там можно найти предложение именно по фрилансу, по каким-то разовым заказам. На сайте ArtStation можно не только разместить свое портфолио, но так же и в разделе Jobs поискать вакансии, которые вам подходят, и даже подписаться на какие-то рассылки вакансий и получать апдейты еженедельно или ежедневно. Я бы хотела отдельно отметить сайт Glassdoor. Чем он выделяется среди остальных сайтов? Тем, что на нем можно почитать отзывы реальных сотрудников о студии, о политике студии, о том, как они, например, проходили собеседование, какая там зарплатная вилка в зависимости от опыта и квалификации. Это может быть очень полезно, когда вы, например, откликаетесь на вакансию и в поле анкеты будет стоять пункт, где вам нужно будет указать желаемую зарплату. И как раз в этом плане Glassdoor вам очень хорошо поможет. Также здесь, на этом слайде, я разместила полезные линки. Такие, как супер табличка. Вообще, это очень здорово, что у аниматоров есть такой сайт, есть такой ресурс, где сконцентрированы все вакансии, которые поступают от работодателей, от разных студий, они собираются с разных сайтов. Так что, по сути, вам не нужно очень много сайтов, на которых вы можете рассматривать ваши предложения о работе. от работодателей. Лично я пользуюсь только двумя, ну, и в большинстве случаев этого достаточно. Что же это за примечательная табличка? в ней очень здорово, во-первых, организована структура, то, что вы можете отсортировать вакансии по названию, по программе. Вы сразу сможете посмотреть, какие требования по софту есть у студии, и есть ли какие-то особенные требования, такие, как наличие визы, и обязательные возможности работы на студии, а не удаленно. Следующая наша тема это фриланс-фермы. Сразу начну с конца, с полезных ссылок. Если вам интересно работая именно через сайты, через сайты посредники, то я вам рекомендую начать именно с прочтения тех статей, которые я вам здесь приложила. Первая статья, вы можете найти ее в моей группе, и в ней переводится список из 20 сайтов, лучших сайтов для фрилансеров для поиска работы, и как раз большинство этих сайтов преимущественно являются фриланс-фермами. Следующая статья это статья, описывающая принципы работы крупнейших мировых фриланс-ферм, на примере Upwork. Это статья на английском языке, но я думаю, вам не составит труда ее перевести и познакомиться с нюансами работы именно через Upwork. И третья статья, также вы можете найти в моей группе, там описан принцип работы российских фриланс-ферм со ссылками, с их рейтами, я думаю, это будет вам интересно почитать, если вам любопытно именно поработать через сайты-посредники. И в ссылках здесь в списке сайтов я указала наиболее популярные сайты, но на самом деле их огромное количество, и они отличаются, пожалуй, только какими-то условиями внутренней работы, их внутренними рейтами и правилами. Так что, если вам эта тема интересна, то начните изучение именно со статей, которые здесь есть. Следующая тема, которую следует отметить, это сами пиар и соцсети. Как способ продвижения портфолио, как способ расширения аудитории, которая видит ваше портфолио, и как следствие рекрутеры легче вас могут найти. Про сайт Artstation я уже поминала в контексте поиска работы, у них есть замечательный раздел, на который вы можете подписаться на рассылку вакансий. Также там можно разместить свое портфолио. Я бы сказала, что, наверное, он больше подходит художникам, чем аниматорам, но в то же время аниматоров тоже там довольно много. И очень популярный сайт в русскоязычной среде это Behance. И что очень интересно, когда вы посмотрите список топовых студий и аккаунтов, на которых больше всего подписчиков это будут как раз русскоговорящие студии, русскоговорящие аниматоры и художники. Соцсети, блоги это все из этой же серии, когда вы с определенным образом публикуете свои работы, вы наращиваете аудиторию. Но это достаточно эффективно и очень много художников и аниматоров выбирает именно этот способ, потому что когда вы уже зарабатываете имя, когда у вас уже есть очередь из заказчиков, у вас есть возможности выбора интересных проектов и тех, которые вам подходят как финансово, так и с точки зрения профессионального какого-то роста. И здесь же я хочу отместить анимационные челленджи. Безусловно, такие челленджи есть и у художников, но здесь вы найдете ссылки на челленджи именно для аниматоров. это не только способ прокачать свои навыки, но также и показать себя, показать свое портфолио и получить ревью от высококвалифицированных специалистов со всего мира. В общем-то, я считаю, нужно поставить эти ссылки тут. И наш финальный топик это сколько стоит анимация. Во-первых, для чего это нужно знать? Как я уже говорила ранее, при отклике на некоторые вакансии в анкете вас могут попросить указать примерную вилку зарплатную, которую вы претендуете или какую-то конкретную цифру. И чтобы это сделать грамотно, чтобы не прогадать, вам нужно все-таки иметь какие-то ориентиры. И вот почему я так вам расхваливала сайт Glassdoor, потому что до недавнего времени это был единственный ресурс, где можно было узнать зарплатную вилку на конкретной студии и в зависимости от опыта и квалификации. Но с недавнего времени, конкретно со времени карантина, когда вдруг аниматоры и CG-артисты решили рассекретить самую большую тайну индустрии, это сколько же они зарабатывают и появился такой хештег как Animation PaidMe и представители индустрии со всего мира начали выкладывать свои рейты, свои зарплаты, что позволило собрать несколько табличек по категориям это зарплаты в гейминдустрии, зарплаты в индустрии эффектов, в анимационной индустрии и по аналогии с мировым рынком была создана табличка и для русскоязычной среды с расценками российских заказчиков и студий. В то же время я хочу вас пригласить на свой курс, где мы с вами прокачаем ваше портфолио и соберем кейс для работы с западными студиями. Мы с вами более подробно и детально разберем нюансы работы с документами, вы сможете написать свое резюме на двух языках, вы научитесь составлять сопроводительные письма, разберете, что такое рекомендательные письма, как правильно выполнять инвойсы, с какими налоговыми формами вы можете столкнуться при работе со студиями. Мы с вами разберем читы при работе с программами Tundum Harmony или Adobe Animate. Вы научитесь работать со скриптами и использовать их, вы научитесь грамотно организовывать свои сцены для успешного прохождения тестового задания, так как студия смотрит не только на качество вашей анимации, но и на умение грамотно организовывать пространство сцены. Вы создадите несколько сценок, которые сможете их после добавить в анимационный рил, который мы с вами также соберем в конце курса, и вы сможете с ним уже подаваться на откликаться на вакансии. Полностью с программой курса вы сможете ознакомиться по ссылке, которую я приложу к этой презентации. Также я вас приглашаю подписаться на свои группы ВКонтакте, в которой я регулярно публикую интересные новости и апдейты анимационной индустрии международной и международного рынка. Публикую там интересные мероприятия или акции, которые проводятся. Буду рада увидеть вас на своем курсе, и если у вас уже есть определенный уровень в анимации и вы хотите его повысить, вы хотите узнать тонкости работы с западными студиями, составить резюме, составить грамотные профили в социальных сетях, правильно организовать портфолио, то приходите, будет интересно. Увидимся на курсе. Пока-пока!